Серб Джокович, Чех Бердых, два испанца Ферер и Альмагра. В принципе, доминанты европейского тенниса уже давно себя определило. Итак, первый гейм этого матча Ришер Гаске собирается подавать. КОНЕЦ ФИЛЬМА 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 КОНЕЦ 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 Ну вот есть и свои козыри у Ришара Гаске. Он гораздо пластичнее, он более тягучий, что ли, скажем. И в то же время у него есть все-таки такая скорость и в движении вперед. И с лета он может, ну может быть не так жестко, но очень изящно порой сыграть. И вот сейчас часть этих козырей он как раз продемонстрировал. Но счет 40-15. И гейм остается за Жоевю Фрадемцонгой. За 4 минуты. За 4 минуты два гейма собрал Цонга. КОНЕЦ Нам нужны максимальные скорости Прежде всего В движении вперед Ришару Гаске Как он хорошо почувствовал Что соперник собирается Сыграть коротко Рванулся вперед 15 on 15 on Продолжение следует... Ну, любит вот эту подрезку с открытой ракеткой. Сонгли очень хорошо ее порой в ногах исполняет. Сделал мой мяч лёг. Замечательный. 15.30 на подаче газки. 15.30 на подаче газки. Еще одна двойная. У Ришара. Дам две двойные. Ну, вот одна в предыдущем гейме. Одна сейчас. Категорически не получается. Первая подача у Ришара Гаске. Один только из девяти мячей. Он попал с первой подачи. И, соответственно, пока очень сложно держать гейме на своей подаче, когда такой процент. Со второй, конечно, с большим удовольствием Цунга принимает и расправляется с ней. Не было в Цунге другого времени, другого выхода, как принимать через центр, добивать этот мяч. Хоть чуть-чуть два раза подал с первого мяча и два очка заработал больше. А это уже даже первый эйс. И первый гейм, который выигрывает в этом матче. Ришар Гаске, Жиль Симон и Гайль Монфис. Жиль тогда был шестым сейным, Монфис двенадцатым. Ну, вы сами понимаете, что встреча этого года между Жильем Симоном и Гайль Монфисом не была встречей двух сеяных. То есть она, конечно, в двадцать семь встреч французов здесь между собой на Australian Open засчитана. Но не засчитано число встреч двух сеяных. Итак, четвертый гейм. Цунга на подаче. Чунга на подаче. Чичко на подаче. Да-ра! Чичко на подаче. Какое замечательное предвидение, как угадал вот эту диагональ от Цонги сейчас в газке. Другое дело, что, конечно, отбить такой мощный смеш не представлялось возможным, но тем не менее. Вообще, свой гейм на своей подаче Цонга уверенно держит, даже несмотря на то, что сам тоже пока еще не лучшим образом подает, лишь половина мяча ему попал. Сыграл хорошо, направил мяч по линии Цонга, но в газке хочет удостовериться, действительно ли попал этот мяч. 40-15. Как здорово сейчас принял за счет мощи подачи соперника в газке, хорошо направленной подставкой ответил. Ну, в общем-то, на грани, на грани был Цонга, но хорошая реакция, мощный парень, высокий. Руки-ноги длинные. Достал этот мяч. 3-1 Цонга впереди. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 0-15. Совершенно невероятные приемы удаются. Цонги, да, высокого качества теннис, посмотрите, по два раза всего лишь ошиблись и тот, и другой, а уже выиграли за 4 с небольшим гейма, выиграли 15 мячей чисто. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Попытка обострить игру ни к чему хорошему. В исполнении. Яски не привела. 15.30. Снова подвисает его гейм. АПЛОДИСМЕНТЫ очень это все похоже может быть чуть 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 по сдержании сейчас играет сонга но в целом очень похоже на то что он показывал здесь 2008 году такая же мощь такой же напор страсть опять страдают рекламные щиты скоро уже будет видеться какой-то специальный заговор автомобильного концерта генерального спонсора турнира в мельбурне все время что-то происходит со счетами или с какими-то другими выражениями их эмблемы тут они систы попадут в эту пластмассовую наклеечку на сетке сейчас мальчик видимо задел болбой рекламный щит вокруг корта брэкпоинт еще один у цунги остается шарди очень легко выиграл четвертую партию андреа сэппи 5 7 6 3 6 2 6 2 1 француз уже есть в четверть финале это француз который будет ждать исхода дуэли симон мари через Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как справа, так и слева В четверть финалах в Бугпарке не играл никогда По два француза были в 73-м, 2001-м, 2006-м и 2009-м В 2009-м году Цонга проиграл Фернандо Вердацко на этой стадии А Жиль Симон уступил Рафаэлю Надале Но тем не менее, вот оба в восьмерке лучших побывали Ну и сейчас, в принципе, и Цонга, и Симон имеют шанс пополнить число Участников четверть финала Учитывая, что там уже есть Жеремишарди Это было бы, конечно, для французов настоящим праздником, их рекордом Еще очень хорошо Ришард Гаскет чувствует ритм игры соперника Вот сейчас, смотрите, как Поймал именно Благодаря вот этим ощущениям Благодаря вот этим ощущениям Борется до конца На газке пытается достать Порой невероятные какие-то мячин Даже виброгасители Из струнной поверхности вылетают Ага! 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 ну пожалуй это было слишком оптимистично сыграть до мощно конечно играл идя к сетке сонга но сыграл как раз практически на ракетку газки немножко сейчас проседает первая подача у цонги процент уже вполне же 50 молодец смелое решение такое твердое самое главное решение не то чтобы появившиеся как-то спонтанно абсолютно решительно пробивает в линию цонга 40-30 да и здесь в общем-то из непростой ситуации из слабого процента первой подачи до по 30 очень легко нашел выход джо вилфред петри браво цонга come on браво звучит как знаете в американских фильмах так иногда аббревиатуры браво петри дэйв 15-0 красивый мяч разыграю оба не менее на тегаске 3015 впереди 15-0 Продолжение следует... 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 гаске не верит что этот мяч попал ну посмотрим попал запасом ровно именно подачи сейчас три из четырех выигранных мячей сонга добыл именно благодаря тому что сработала первая подача но опять гаске проверяет если мяч попал торт сет первый сет за цунгой да точно в линию попадает и первый сет зажигал фудом цунги ну что ж достаточно дорого обошлось гаске вот эта стартовая расслабленность может быть заминка стартовая и не реализовав какие-то свои шансы буквально в первом же гейме гаске потерял и сет так все готовы к началу второй партии ну и здесь уже пойдет борьба надеюсь на встречных курсах и а и и и и и 15 лотов. До сетки даже не долетел. Продолжение следует... 14.15 Let's first service. Game, Gascade. Mr. Zonga challenging the call on the right service line. So, подумав-подумав, Zonga все-таки решил проверить эту подачу, когда уже оба практически дошли до скамеечки. Ну, не то место смотрел совсем Zonga, прежде чем решил проверять этот мяч. Как результат... Очко и Game за Ришаром Гаске. Аплодисменты. 15 лавров. 15 лавров. 15 лавров. 17 лавров. 18 лавров. 18 лавров. 18 лавров. 18 лавров. 18 лавров. 18 лавров. 19 лавров. 19 лавров. 20 лавров. 20 лавров. 20 лавров. 20 лавров. добился своего цонга очень настойчиво он так стучался именно в одну и ту же точку 40-0 14 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Спасибо. Брейк-поинт, он даже тройной был брейк-поинт у Гаскеи. Реализовать он ничего не смог, но там Цонга здорово подавалась. Сейчас придется подавать со второго мяча. Не срывает удар. Жоу Вилфред 3-1, вперед вырывается Гаске. Гаскеи линз, 3 гейм до 1. Гаскеи линз, 3 гейм до 1. Гаскеи линз, 3 гейм до 1. Гаскеи линз. Гаскеи линз, 3 гейм до 1. Гаскеи линз бейк-поинт на 1. Эта линз. По squishy ниндз. а вот может быть и проверит не стал не стал проверяется цунга этот мяч 30-0 ну в общем такой очень спорный эпизод может быть хоккай как раз был бы за цунгу форси-финфтейн Ну и Ришар, в общем-то, действует достаточно уверенно. Ну, у него, в общем, есть и понимание того, как надо играть с Сонгой и как его можно одолеть. В общем-то, в этом поединке, даже на этом достаточно быстром покрытии, не горит ярко, а только лишь тлеет, соответственно, в общем, и результатов не приходит к Жоюху. Поэтому он пока так и не может никак вмешаться в спор первой четверки мирового рейтинга, Джокович, Надаль, Федерер, Мари, даже Давида Феррера уступает и Бердыху, именно потому что ему не хватает стабильности. Можно быть, сколько угодно, интересным, ярким теннисистом, но пока ты не будешь демонстрировать стабильные результаты на всех крупных турнирах в году, ты не можешь претендовать на место даже, наверное, в первой тройке мирового рейтинга. 15. И в долгих розыгрышах, когда Гаске удается затянуть туда соотечественные, конечно, Ришар будет иметь чуть больше преимущества. И в долгих розыгрышах, когда Гаске удается затянуть на место в году, который выяснили, что он был в первой тройке мировой рейтинга. Ну, он сейчас с преимуществом атаковал Цонга. В корте, с движением на мяч. И все хорошо. Гаске очень здорово умеет, особенно с бэхэнда, разрушать вот это преимущество. Отвечать так, чтобы было бы очень неудобно соперникам. 4-2. Гаске лезет 4-2. Гаске лезет 4-3. Гаске лезет 4-3. Гаске лезет 4-3. Гаске! 15 минут. Следующий сервис. 30 минут. 14 минут. И если брать ошибки, то меньше ошибок. У Гаске всего лишь 3 невынужденные ошибки, в то время как у Цонги 7. И у Цонги больше и вынужденных ошибок. 7 против 5. В общем-то, по всем этим показателям Ришер сейчас солидирует и ведет в счете 5-2. Гейм еще один в Гаске записывает на свой счет. 6-1. Ну, еще один из наших юниоров, Качанов, в паре с Хорватом Меочичем. Выиграли первый сет 7-5. И во втором ведут 3-1 у чилийской пары. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну и полегче передвигается порой даже по корту Ришард Гаске Он, так скажем, покомпактнее, изящнее, нежели Цонга И Вилфред, если, конечно, разгонится этот локомотив, то, конечно, его не остановить Но ему больше времени на разгон нужно Легче стартует Гаске 13-15 14-15 Гейм на своей подаче выиграл, но тут уже Гаске, по-моему, не слишком настаивал 15-1 Аплодисменты 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 30-0 Ну, что ж, Гаске очень спокойно мяч за мячом собирает и собирает свои Чилица Кристиан Гарин Откуда у парня испанская грусть, это называется Турнир юниор Тройной сетбол Аккуратно проверяет свои голеностопы Цонга Турнир юниор 40-15 Турнир юниор 1-1 по партиям после 1 часа и 8 минут борьбы Причем, в общем, если первый сет Жо Вилфруду Цонге достался благодаря просто минутному стартовому провалу Гаске То дальше Гаске все более стабильную и надежную игру демонстрирует В отличие от Жо Вилфруда и Надали, это и Мария, это и Джокович, это и Федерер Ну, поэтому эти люди и возглавляют рейтер А вот когда чего-то в твоем супе не хватает Или стабильности, или взрыва Тут уже немножечко сложнее Но пока без каких-то особых взрывов и потрясений Лучше, конечно, в этом матче смотрится Ришард Гаске Лов-15 Лов-15 Криспоесс Криспоузга Ваиш's Летто Ваиш's Ваиш's Ваиш quê Еще одна ошибка Гаске А не Гаске, Цунге, конечно же И 0.30 15-13 Да, ну это красивая комбинация С обеих сторон Оба действовали блестяще Выигравшим в этой ситуации оказался Конечно же Цонга Потребовал этот гейм Определенной концентрации От Жуил Фродо Цонги 0.30 начал Надо было как-то себя в чувствах удержать Чтобы не сорвать еще один Старт сета Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну то, что Цонге придется не просто Можно было предположить и заранее Особенно если посмотреть, что Ришард Гаске Один из лучших теннисистов на турнире По проценту выигрышей мячей на первой подаче Такой же процент У Хрипа Кольшрайбера 85 Ну, Ришард сейчас Кольшрайберта уже закончил свое участие в турнире А Ришард сейчас еще прибавляет и прибавляет в этом компоненте Пока у него в этом матче 82 Но я думаю, что так дальше дело пойдет и больше будет Тридцать пятнадцать Тридцать пятнадцать Неожиданный поворот По тридцати По тридцать пятнадцать По тридцать пятнадцать По тридцать пятнадцать Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Угаски. Пробивает через коридор Цонга и зарабатывает брейк-поин. Вот это любопытно. Чуть не проиграл свою подачу. И вроде так все спокойно на подаче Гаске складывалось. А здесь вдруг одна ошибка, другая. Цонга вдохновился. Где же тогда стабильность Гаске? Посмотрим. И вдруг зачем-то Гаске пошел вперед к сетке. Ну, сейчас, кстати, проверяет Цонга. Попал ли в корт Гаске, идя к сетке еще. Попал. Так что ровно. Попал. 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 ну, если там первый гейм не брать, когда он еще просто, ну, по большому счету не раскачался, то эти провальчики, эти ошибки достаточно кратковременные по... непродолжительные получаются, буквально несколько розыгрышей в худшем случае, и дальше потихонечку, потихонечку возвращается на прежний уровень, решает. Ну, вот сейчас не хочет отпускать этот гейм Цонга. Адвантаж Цонга. Но все-таки хватило вот этого промежутка ошибок на целый гейм, собранный Цонгой. Гейм на подачу Гаски, как, в общем, не очень прилично после этого повел себя Ришар, запулив мяч куда-то на трибуны. 2-0. 2-0. Цонга. Гейм... 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 Продолжение следует... Честно говоря, даже удивительно, как затянулась серия ошибок Ришара Ну, немножко не успевает он сейчас, он хороший темп держит И Ришар как-то вне игры оказывается все время Продолжение следует... Продолжение следует... 14-15... Продолжение следует... Ну что ж, пятиминутка, даже десяти минутка, которую сейчас выдал Цонга, еле-еле выиграв свой гейм, только лишь через пятисетовую баталию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок 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 Имеет полное право Отпускать Гейма как он отпустил Предыдущие на подаче газки Если чувствует уверенность Сейчас в своей подаче 30-15 30-15 40-15 40-15 40-15 40-15 41-15 43-15 Ровно. Совершенно непонятно, как можно вот такой мяч не сыграть, не забить. Но все-таки в атаке верный себе Цонга добывает еще одно очко больше. Четыре-один. Впереди Джо Уилпред. В седьмой раз подряд в Мельбург-парке играет Джо Уилпред Сонга. В прошлом году, в общем-то, достаточно неожиданно, вот на этой как раз стадии 1-8 финала, выступил он Кей Нишикори. Ну и лучший его результат, финал 2008 года, где я уже рассказывал. Ну а Ришард Гаске, я опять же говорил, он играет уже свой юбилейный 10-й турнир. В прошлом году его, походу, здесь восстановил Давид Феррер. Он уже проигрывает. В 2007 он проиграл Рабреда, но в 2008 Цонге. Ну, если Рабреда и Цонга образца 2007-2008 года, это, может быть, еще и проходимые соперники, то, конечно, вот, Феррер, Давид Феррер и Жуил Феррер Цонга сейчас, это уже, конечно, гораздо более серьезные оппоненты. Процент выигранных мячей на первой подаче. Посмотрите, во втором сете 88 даже было в Гаске. Сейчас упал до 70, и вот как итог проблемы. Субтитры сделал Dima. Движение было красиво, чуть-чуть бы еще повыше. Мяч переправить 15-0. Субтитры сделал Dima. 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 Дмитрий Крусом. Дмитрий Крусом. Дмитрий Крусом. Поехали. 216. У Гаске самое мощное 205 км в час. Средняя скорость первой подачи у Цонги 192, у Гаске 182 км в час. Непростой мяч сейчас выкручивал Цонгану попал точно в корт. 30-0. 30-0. 30-0. 30-0. 30-0. 30-0. 10-0. 30-0. 30-0. 30-0. 30-0. 30-0. гейме соперника на подачи соперника ты потом никак не можешь долго свой гейм сыграть возникают по крайней мере такие перепады проблемы у цонге никаких проблем по этому поводу 15 за последний после того как сделал брейк по-моему вообще ни одного мяча на подачи газки не выиграл да и розыгрыш это было в общем буквально там два три общался вот словно бы пытаясь опровергнуть мои слова от сонга решил все-таки принять на вылет едва едва не поплатился за такие забегания цонга он любит это делать и он часто так играет забегая открывает себе с любимого форханда и линию и обратный кросс ну вот газке сейчас на обратный кросс пытался найти достойный выход достойный ответ чуть-чуть не нашел очень неудобно было от сонге и прыгнуть не мог прыгнуть и догнать уже не успевал догнать но это говорит о качестве исполненные свечки и пауза была хорошей и очень точной по высоте и по длине накрутил ее цонга 5-3 сонга линзи фангейте Продолжение следует... 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 Полную мощь, полный форсаж включил Цонга и делает этот самый брейк. Такая саркастическая усмешка мелькнула на лице сейчас Ришара Гаске. Ну да, действительно, когда Цонга вот так вот пробивает и попадает, конечно, сложно что бы то ни было поделать. Ну, у Цонга, в общем, надо сказать, что грамотно учится пользоваться этим своим оружием. Он не пытается играть так каждый гейм, понимая, что это игра на грани и стабильности определенной такой игры не достичь никогда. Но вот когда в решающие моменты он включает этот форсаж, вот уже, конечно, соперникам крайне сложно становится. Ну и, конечно, поймав кураж, поймав настроение, Цонга тут же идет вперед. Дритс Норн. 30 лавров. Ой, как здорово сыграл Цонга. И казалось бы, Гаске этот мяч не достать. Но опять же, браво скорости передвижения по корту Ришара. Смотрите, как неожиданно. И Гаске так легко этот мяч достал. И так легко ответил. Ну, Цонга достаточно спокойно на это отреагировал. И очередная его атака, основанная на подаче скоростью 215 км в час, приводит к тому, что счет уже 40-15 к его пользу. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил Дима. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, пожалуй, это уже капитуляция от Ришара Похоже, во всяком случае, на это, что сам он уже вряд ли верит Возможную победу Да, ракетка отправилась в утиль Субтитры создавал DimaTorzok 15-0 15-0 Субтитры создавал DimaTorzok Не попадает Пытается какими-то активными действиями себя, может быть, немножко растромошить В газке, но, по-моему, уже немножечко поздновато Субтитры создавал DimaTorzok 14-15 Хорошо порой ловит атаки газке, но, опять же, опять же, это не собственные созидательные действия Это игра на контратаке Субтитры создавал DimaTorzok Ну, где-то хотя бы этот мяч Блестящий был прием от газке Глубокий, мощный, агрессивный Но ни к чему хорошему дальше это не привело Развитие не последовало Один только еще мяч сыграл активно Ришар И на этом все закончилось А дальше Цонга снова вернул себе инициативу И довел до логического завершения этот розыгрыш И этот гейм 4-0 15 ловит атаки Субтитры создавал DimaTorzok Обидно, что не перевалился этот мяч через сетку Потому что сейчас Цонга заслуживает всяческих поощрений за свои активные действия 14 ловит атаки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, встретятся Мария Кириленко и Сирена Вильямс И так мы после этого матча узнаем полностью состав Состав четвертьфинальный состав у девушек Ну а потом еще останется подождать немного Исхода матча Милос Шараунича и Роджера Федерера Чтобы узнать Полностью состав четвертьфиналов мужских Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь ему надо Вот этот И еще один гейм Такой же уверенный провести на своей подаче И уже можно будет готовиться К четвертьфинальному поединку Смотреть Как раз успеет и душ принять И к пресс-конференцию Дать И до отеля, наверное, доехать К матчу Роджера Федерера и Милос Шараунича Уже Вилфред Цонга Смотрите Возможно, один-два гейма осталось провести в матче Но Цонга все равно меняет ракетку Все равно Следует всем технологиям Ледферереререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререрк Очень хорошо сейчас Цунга. Вначале чуть-чуть смягчил, дал возможность Гаске разгонять этот розыгрыш, разгонять эту атаку. И как только Гаске усилил свой удар Цунга, воспользовался этим и сыграл в ответ. Использовал великолепную мощь удары соперника. 15-ю. 15-ю. 13-ю. 15-ю. 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 когда он имел преимущество во второй партии, но кратковременным было это превосходство. Неколепная атака, играючи просто кладет этот мяч с лёта Жоу Вилфред, но очень мощно и контролировал он возможные направления обводки. Неожиданно точно в линию попал Гаске, он сам до конца не контролировал этот удар по 15. 15.30 Сам удивляется, сам не может понять, самому смешно, что сделал. Как же так? Ну вот этой вот своей эмоциональностью, своей, ну практически детской непосредственностью, открытостью Цонга, конечно, очень много привлекает к себе внимание. Гаске совсем другой. Впрочем, наверное, и не надо, чтобы было несколько Жоу Вилфредов, несколько Ришаров, несколько Джоковичей или Вавринг. Все хорошо в меру, и они каждый сам по себе самобытен, и поэтому складывается очень такой любопытный ансамбль в их исполнении. 30-40 30-40 И как здорово собирается Жоу Вилфредов, пожалуй, только один раз у него это не получилось. На брейкпоинтах великолепно подает, и именно это помогает ему с легкостью выбираться из сложных ситуаций. А то есть что-то искусство. А то есть что-то искусство в мастер-классе. Да, это не способная выбора. И что-то искусство. Считаем. А то есть что-то искусство. Не прошла на этот раз На брейк-поинте Подача на вылет Или такая, которая принесла бы сразу Очко Но тем не менее Все равно решил свои проблемы Не все еще, не до конца Тем не менее Подача, первая подача прежде всего нужна Сейчас она немножечко подводит Цонгу Хотя, в общем-то, наверное, он может чувствовать себя абсолютно спокойно Даже если этот гейм проиграет У него ведь в запасе еще один брейк есть Действительно, аут Судьи на этот раз абсолютно верно рассудили Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И вот первый матч-бол Уже был Фруда Цонге Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают По хорошей традиции В четырех партиях В одной восьмой финала Обыгрывать раз в пять лет Ришара Гаске На Австралии Ноупен На Мильбом парке Тогда эта встреча Была тоже на центральном порте И, кстати, тогда в 2008 году Ее довелось комментировать мне Ну и шестым четвертьфиналистом Нынешнего года Цонга Становятся Два француза Повторение лучших результатов француза Помню, что в верхней части сетки Есть испанская дуэль Дэвид Феррер Никлас Альмагре И есть матч Наука Джоковича И Томаша Бердыха Ну вот Так примерно выглядит Сетка мужского турнира Ну а же у Вилфред Цонга Сейчас Разберется со своими вещами Он словно к дальнему переезду готовится Майки уже обычные не нашлось Уже хоть что-нибудь одеть Чтобы Иметь возможность Дать интервью В более-менее приличном виде Роджа Федера И Ранич Родж Это будет большая задача И если это Раунич Я знаю, что он уверен Он играет хорошо Он играет в этом году Он молодой Он улучшил В этом году Летний герой И я уверен, что он выйдет Более Теннис Так что это будет тяжелый матч, и я буду все вставать. Продолжение следует...